Всем доброго времени суток, место Vanguard, и мы продолжаем играть в Exit Slash Corners. В прошлой серии мы закончили на том, что попали в некий дивный сад, но там уж нет зелень и, возможно, даже свежий воздух, не слишком успокоили наши героев, а скорее наоборот, только раззадорили чувство, которое угнетает их, я полагаю, с самого первого эпизода. Ну, конечно, речь идёт в особенности об Эд, потому что сад выглядит точь-точь, как тот, что был у неё. И заботиться о котором, скорее всего, завещал её сын. Приступим. Глава 13, не самый счастливый сад. Думаю, вполне подходящий номер. Что-то прямо очень нацелился Сэнд в этой двери помучить Бет, такое ощущение. Даже такое ощущение, будто планшет, ночный близнец, сломался не просто так. Бет. Старая женщина отказывалась говорить. Ну же, скажи что-то, это беспокоило нас. Бет, твердое своё молчание, холодно взглянула на Инка. Так что, она просто ира сидит здесь вечно. Ну её можно понять. Инка отошёл от дерева. Он беспокоился об Эд, но чувствовал, будто его попытки достучаться просто не будут услышаны. Да и другие, соревнующиеся, похоже, были счастливы оставить её одну. Это убьёт кого-то ещё, чтобы идти поговорить с ней. Кого-нибудь. Ну, всегда такие обязанности падают, так сказать, на лидера, на какую-то, может, даже душу компании. Не знаю, как мы оказались в такой роли. Ну, в общем, скорее даже роль не лидера, а некого дипломата. Который пытается, чтобы окружающие его страны не объявили войну друг к другу. Да. И не начали первые выстрелы. Так ведь есть предположение, что с ней. Она сказала, что сад был её. Благодаря, что она... У неё был... Есть... Был сад, который выглядит очень похоже на этот. Даже эту мороженку сзади перевёрнутую не забыли поставить. Возможно, это напоминание о каких-то днях и юности, когда она купила мороженку и так неловко её уронила. С тех пор она уже не была прежней. Вот я мороженки никогда не ронял, но мне это не слишком помогло. Ну, это моя лучшая догадка в любом случае. Он даже немного для неё значил. Ну, один символ. Символ значимый я уже обнаружил. Да. Комната стала тихой, кроме звука Рея, который протоптался. Топтался по покрытию, что ли, зелёным. Короче, в чащах местных бродил, как мог. Топтал листу. Мне не нравится это место. Даже Лиза была тихая, она шептала. И подумал, что это было вообще впервые для неё такое. Что, тебе не нравятся растения? Это не чувствую. Что-то в этой комнате неправильное. То, что в отеле вообще находится такой большой сад. Это уже само по себе не очень правильно. Ну, кстати, да. Наверху как будто нет никакой крыши. Вот оттуда. Прям лёд какой-то белый свет. Может, такая лампа. Не хочу задерживаться здесь дольше, чем нужно. Ладно, все слушайте. Я только что устроил себе тур по этому месту. Да, мы слышали. И нашёл что-нибудь. Все стены. Это просто закрашенный бетон. Очень крепкие. Куда ни глянь. Есть всего одна дверь. Это та, через которую мы пришли. По этой столикой где-то нет скрытой двери. Ну, чтобы пролезать назад тем путём, к которому мы пришли. Там висит монитор. Может, заглянем в него. Это тупик, значит. Помнишь, что Сэн сказал о четырех элементах? Есть четыре пути, каждый из которых ведёт в угол. О, так мы пришли в угол. Это что, финалочка этого зелёного пути? И он действительно оказался очень зелёным. Особенно последняя часть. Эта комната должна быть угол. И в каждом угле есть ключ. По крайней мере, так сказал Сэнт. Правильно в том, что я понятия не имею, где ключ или вообще как он выглядит. Ну и случайно в резкой поиске на загадки не наткнулся? Пока нет. Есть монитор, конечно, сзади. Например, мы сейчас там только пустой экран. Ещё что-то интересное. Тут самые большие грибы, которых я видел в своей жизни. Так что это что-то. Пожалуйста, держите себя в руках. Эти грибы предназначены для того, чтобы расти, украшать атмосферу сада. Для того, чтобы заниматься с ними всякими непотребствами. Кроме этого нет, по крайней мере, ничего очевидного. Бет может знать, о каких-нибудь секретах имею в виду. Это её сад. Она знает его сверху донизу. Верно? Да. Стоило бы так подумать. Все взгляды повернулись к Бет. Но никто не двинулся. Все боятся заговорить с ней. У Инг не было исключения. Он всегда считал Бет самой уронейшной группе. И что же ему делать, когда их самый, так скажем, приспособленный член закрылся и отказывается коммуницировать? Другие соревнующиеся, похоже, разделяли осторожность Инка. Даже Эфир, похоже, ждал, что кто-то ещё сделает первый шаг. Чувствую это буду я. Как единственный мужчина в группе, я так понимаю, постареть. Так, аж Скотт упустил. Ну, кому нужно что-то сказать, или мы никогда тебе не уверимся? Инг сделал неловкий шаг вперёд. Хорошо, я поговорю с ней. Инг потянулся к ней, так скажем. Ха-оу, прикольный арт. Хорошо, Бет. Блин, я, кстати, вот когда в первой главе, я почти думал, что нам в каждом эпизоде будет встречаться какая-то новая арта. Я такой подумал, блин, может, я их буду просто ставить на заставочку и прекрасно себя чувствовать, но нет. Арты были буквально пару раз. Блин, все спойлерные, но вот это, думаю, можно поставить. Я знаю, что, наверное, хочешь время подумать, но нам нужна твоя помощь сейчас. Хорошо, заботись о Саде. Это последняя вещь, которую он сказал мне. Кто упоминал это? Чего-то не стоило, я о нём хорошо заботилась. По крайней мере, это испортило. Это не было непросто, чтоб ты знал. Нет, это было совсем непросто. Зрелище впечатляющее, имею в виду Сад. Я уверен, что потребовалось много работы. У тебя есть любимая книга, Инг? Да, есть. И сколько раз ты читал эту книгу? Семь раз, я думаю. Может и восемь. Блин, это как у меня прохождение Мор Утопии. Возможно, некоторых частей ФРМ. Ну, даже как-то. Что ты думаешь случится, если ты прочтёшь её тысячу раз? Ну, возможно, выучу её наизусть. И, скорее всего, могу даже разлюбить из-за того, что она приестся. Не знаю. Никогда об этом не думал. Если ты, повторяя, будешь повторять иную ту же задачу достаточно долго, мой дорогой, и ты начнёшь сходить с ума. Вещи такие бессмысленные, такие стагнирующие, что твой мозг начинает видеть изменения, где их нет. Разве этот холмик был не в другом месте вчера? Разве камни под этим деревом лежали именно так? Я сорвал этот гриф случайно? Или он всегда был таким? Гриф жалко. Это звучит ужасно. И на этом не кончаются. Когда твой мозг гниёт какое-то время, твое тело следует за ним. Тоже простые задачи. Полить цветок, вырвать сорняк. Станется утомительным, если ты делаешь их десятилетиями. Да почему ты не прекратила? Почему ты продолжала делать это так долго? Ингл ступил, когда Бэт наконец встала. Её кожа была бледной, её глаза красными. Потому что это было всё, что у меня осталось. О чем она говорит? Это правда твой сад, Бэт? Боюсь, я не могу на это ответить. Мой сад больше не выглядит так. Даже если он все ещё был бы жив, его невозможно было бы перевести в четыре элемента в таком идеальном состоянии. Как ни посмотри, это место не должно существовать. Это просто невозможно. Бэт потерял сознание, накорчилось мгновение. Затем поднес свою руку к носу как раз во время, чтобы поймать кровавую флегму. Бэт. Сначала я, затем Лиза, теперь Бэт. Начнусь это у всех нас. Но если что-то конкретное, что это триггерит, ты тоже об этом подумал. Может, когда мы сталкиваемся с чем-то, что имеет какое-то близкое отношение, скажем, к нашей истории, к нашему прошлому. Правда, я вот не помню обстоятельства Лизы. Надо будет пересмотреть. Бэт потерялся мгновение, чтобы стареть кровь с ее лица перед тем, как снова встать. Ее ноги тряслись. Я все понимаю, это она и счастлива. Я никогда не думал, что я увижу это место снова. Она довольно быстро оправилась в такой чувстве по сравнению с нами. Как сад мог это сделать? Почему он это сделал? Возможно, это какие-то внутренние ауры, бафы с работой медсестрой начали действовать. Не знаю, Бэт. Я не хотел разразить о саде, о ключе, но прикусил язык. Ему нужно было осторожно бирать слово. В центре, под землей. Что? Хочу, кто-то знал, что у меня отличный слух. Я знаю, что вы ищете ключ. И хотя я не знаю, как он выглядит, я чувствую, будто я могу знать, где он. Если, кстати, это реплика моего, тогда он хранит один... Хорошо, сокрытый секрет. Если здесь и есть что-то скрытое в моем саду, тогда это место, где вы найдете в Сан-Сентре сада под землей. Блин, почему я сразу подумал о том, что может лежать тело ее сына? Понял. Спасибо, Бэт. Инк отошел только для того, чтобы Бэт схватил вас с запястья. Инк. Что такое, Бэт? Что бы ты еще не нашел под этим деревом? Пожалуйста, не судьи меня. Я бы не мечтал об этом. Очень хорошо. Бэт пусил рукав. Сложил руки на коленях и снова затихло. Блин, то я чувствовал там реально тело сына. Другие... Ну блин, а как? Другие смотрели на Инка. Говорят, поможешь мне выкопать то, что там под землей? Конечно. Да. Пора пропотеть. Лиза, вы будете потеть? Не от жары, а от работы. Двое из них прошли в центру комнаты, бросили несколько камней и начали копать. И чем? Руками? Значит, неприятно. По крайней мере, они достаточно взбодрены, чтобы помогать зрячаясь работать. И все, что осталось, это Лиза. Ты хочешь, чтобы я помогала тоже? Не густая от тебя, но ты должна. Ручная работа, это правда не мое. Ручная не ее умственная, как мы видим, но тоже не особо. Но носильщик бумаги зато какой. Тогда что твое? Я... Не важно. Уж крайне притвориться нормальным человеком и составить этой бедной женщине компанию, пока мы копаем. Блин, это, конечно, очень жестко, можно даже сказать, грубо. Это, как говорится, бревно. Господи, да что за попущение? Из Инка прямо... Инка прямо прорвало. Ладно, делай, что хочешь. Таким образом мы узнали, что Лиза бревнула. Интересно, кто же тот Папа Карло, который выразил это Пиноккио? Где этот Папа Карло со своим личным спецназом? Думаю, нам его ждать не стоит. Инк оставил Лизу в ее мыслях. Рей и Фир уже опорно копали. Ну, блин, с другой стороны, если Лиза бревно, то реально, как она будет копать? Она может только пустить корни в эту землю. Но вряд ли это можно узнать, что под ней. Инк длинулся к нетронутой части почвы и... Так, погрузился руки в землю. А почва была мягкой и холодной. Он схватил гор с обеими руками и бросил за него. Грязь, наполненная камушками, Попадала под ногти Инка, пока она должна копать. Вскоре он начал задыхаться, Всего уставая с каждым новым дюймом. Зимит вечность. Может, лопату поищем, ребят? О, ребята, сюда! Инк перестал копать, надеясь, что Эфир что-то нашла. Я копал прямо здесь, и накнулся на что-то твердое. А то, что камень. Он мог Эфир. Директор выкопал... Ой, лишал маленький дерядный сундучок за грязью по сторонам. Инк подобрал. Что это? Какая-то коробка? Блин, выглядит очень мощно. Эти зеленые полосочки довольно интересные. Выглядит больше похоже на сундук, как по мне. Мне не похоже на какой-либо сундук, который видела я. Блин, подумайте, я вообще не верю, что видел сундук в реальной жизни. Что это сверху? Понятия не имею. Открою его. Ну, конечно, он не открылся. Бесполезно. Крышка была, она крепко закрыта. Ммм, нехорошая. Что, тут замок? Я его тогда разобью. Брутфорсер не отступает от своих принципов. Что в программировании, что в решении загадок. Брутф... Что в воскрытии сундуков? Брутфорс! Это не сработает. Ты не сможешь заломать его. Не без инструментов. Я думаю, она скажет не твоими жалкими ручонками. Ну, тоже неплохо. Ну, тогда открой его для нас. Ты же знаешь как, верно? Боюсь, что нет. Это твой сундук, разве нет? Ой, это не тот голос. Это твой сундук, разве нет? Как ты можешь не знать? Похоже, что сэнзо нестандартный замок каким-то другим механизмом. Жесть он, конечно, дудец на метле и грец. Так, почему на метле? Ну, заметал в следы своих преступлений, потому что вот почему загадка. Ну, думаю, это довольно безопасное предположение. Но если мы не знаем решение, то мы даже попробуем сломать эту штуку. Да как же ты заколебал? Блин, а если повредит ценнейшее содержимое? Вдруг-то ключ это фарфоровый сервиз, доставшийся от бабули нашей бабули? Он ведь может и не выдержать уже? Это мой самый быстрый способ добыть ключ. Я далеко верю, что я могу разорвать эту штуку напополам. Господи, как же ему хочется разрывать и громить. Хочешь убить, цеврит, большая часть от этого не делал. Бэд, простите нас разобраться, как эта тупая коробка работает. Это настоящая трата времени. Ты не против попробовать, Тинк? Ты, похоже, особо хорош в решении загадок. Бэд просто игнорирует этих неандертальцев. Блин, неандертальцы-то, блин, может быть, уже и научились там. Не ломать вещи, а, не знаю, аккуратно открывать. Ну, игнорируй меня, хорошо. Очень зрело. Как будто у нас был инициаточный загадок для одного дня. Так, а если достаточно, то все. Следующее во вторую половину можно не решать. Там как минимум еще одна дверь, если ты забыла. И вполне возможно, что она будет твоей. Пожалуйста, это бы многое значило для меня. Будет еще загадочнее. Почему нет? Мы должны сделать то, что напросят на сцене. Конечно, сундук немного странный, но не выглядит слишком сложным. Александр, я сейчас смотрю через мониторчик, готов выпрыгнуть в любую секунду, чтобы порадовать. Ну, уже давайте уже заломаем его. Я отказываюсь страйпу в время, играя с мусором этой женщины. Ты можешь держать, Саша. Ну, и я. Ну, Рэй. Я клянусь богом, Миньки. Если ты потрачишь наше время на этот ступой сундук... Блин, ну меня заколебали, блин, реально. Ну нет, я буду открывать как надо. К тому же я уверен, что реально ничего открыть не удастся. Аббет и так тяжело. Не знаю, мне просто реально бесит уже. Я уже просто хочу, так сказать, противоречить им ради самого факта противоречия. Я разберусь. Ты долбаный, дай мне это. Успокойся, Рэй. Это занят 5 минут максимум. Быстрее, что в Брутфорсе. Это не поменяет никак наши шансы на побег. Бет проходит через многое сейчас, судя по всему. Можем сделать эту одну мелочь для нее. Завершу эти минуты, я собираюсь вернуть из своих рук и... И... Дать им себе по башке. Ой, я не буду помогать тебе. Ты сам по себе приятель. Я не против. Иди прогуляйте или что-нибудь. Рэнзел ушел. Инк не вращал на нее внимания. Спасибо, Инк. Я ценю это. Лучше бы это стоило от этого бет. Да, да. С точки зрения прагматизма, наверное, они правы. Блин. Эфир тоже не хочет мне помогать. Видимо, она тоже тайно была адептом ломания вещей. Ну че, ребят. Я ужасно себя чувствую за бет. Почему? Она тратит наше время. Если вы, Лена, что-то, чем она хочет поделиться с нами, но ей тяжело это сказать. Ну, а так это выглядели те, а потому что Лена были так, будто она просто скулит в угол. Я поговорю, если будет нужно. Пока что, вроде бы мы разобраться этим сами. Верно. Похоже, тут 6 защелок на этой вещи. Эх, я уже это ненавижу. Давайте еще разик. Так, когда он трогает один тайл, он меняет цвет. Я еще ничего не трогал, но буду знать. И тайл, кстати, один тайл тоже. Я думаю, он должен быть что-нибудь соленого цвета. Зеленого, полагаю. Почему зеленого? Эм, просто гадко. Мы прошли через зеленую дверь. Справедливо. Видел такую загадку раньше, что как называется, но думаю, она довольно общее дело. Хотя я не верю, что я видел такую, которая 3х2. Они бы сейчас сложнее этого. Это означает, что не дешло и слишком тяжело для тебя, верно? Кажется, просто не с первой взгляды. Должно ли быстрее решить? Так, Морей реально куда-то ливнул. Я еще даже начал решать, но такую загадку, да, должно быть не очень сложно. Хотя я не верю. Так, каким это работает? Так, внутри настраивает замок. Ну и понятно, и на крышке мог быть или зеленый, или серый. Цвета. Сундук не откроется, если только все эти штучки будут зелеными. Как только стесать зелеными, должен открыться, нажав кнопку в центре. Расскажешь, что цен был тем, кто установил этот механизм. А, да, все так. Но ты, похоже, много о нем знаешь. Там был, похоже, механизм раньше. Правда? Пожалуйста, мне хорошие причины для этого, Бет. Бет идет все, конечно, загадочно. Нет, Миша, черт, я делаю, Бет. Ты покажешь играть или что? Что имеешь в виду? Передворяюсь дурой, Бет. Ты тянешь время. Я. Ты уже знаешь ответ. Ты знаешь второе ценное время. Ты знаешь, что мы не ведем, пока не играем эту штуку. Ты не хочешь, чтобы мы ее открывали. Мне страшно, Бет. Из-за чего страшно, Бет? Что там, черт возьми? Блин. Какая, блин, часть тела сына, я уже начинаю гадать. Ну, голова, думаю, отлично бы влезла. Нам бы тоже надо применить свою голову. А, понятно. Да, это прикольно. Это очень круто. Ну, надо как-то загнать так, чтобы у нас, типа, половина вот это была одного цвета. Тут, на самом деле, можно нормально подумать и разобраться. Но, что-то я уже не начал нормально думать. Поэтому разобраться ведь не так просто. Вообще, обычно я такие загадки как-то на автомате решаю перебором. Было бы неплохо, чтобы и тут срод... Ну, блин, ну, я хотел сказать, что уже неплохо, но, на самом деле, так себе. Может быть, лучше вот так. По идее, да, я такие загадки тоже разгадывал. Вот как я это делал? Единственный вопрос. Так больше вопросов нет. Матросов нет вопросов. Так, ну, отлично. Я уже могу выходить на одни и те же паттерны. Конечно же, рандомно. А не осмысленно. Как это? Не печально признавать? Ну, да, на эту загадку не очень интересно в плане сотреть. Тут особо не помыслишь, но помыслить можно. Вообще, я тут подумал, а что другие реально могут сказать? Они же не могут мне дать ответ. Рядочи решили эту штуку. Мы таймсер, я бы сейчас затерпелил. Чего я буду за развитие? Дай мне. Нет, сказать больше, что мы решим. Поэтому то, что мы сделаем. Проклятие. Расхожу, братцы, отсюда. За бортфорс это долбанную штуку, по крайней мере. Он сказал, он сказал. Это быстрее, легко. Я знаком с такими загадками. Интересно, что в загадках это то, что... Нажать на Тау дважды, как не нажать на Тау вообще. Это означает, что Тау может только нажать или не нажать. Тут нельзя... Тут нет смысла следовать каким-то тонким последовательным. Всего шесть штук, верно? Это значит, что загадки все шесть четыре раза вше состояние. Это изменит много времени. Можете попробовать это. И только ты это решишь, просто поторопись. Да блин, состояние-то понятно, не очень много. Но мне пора лима с ним шторе ходить к каждому уникальному состоянию. Не знаю, как это получилось, но я все-таки наконец-то дошел до этого. Действительно, никаких хитровых следователей здесь не было. Я просто упрямо тыкал в разные места. Я нарекаюсь, все-таки какой-нибудь способ подойти к этому с большей логикой. Но, честно говоря, я уже начал думать, что Рейта был прав. Что зря я не послушал этого мудрого человека. А то, что Бродфорс это лучший способ решения всего. Именно, в принципе, этим я и занимался. Ладно. Ты справился? Как тебе удалось? Не решились нажать другие тайлы, пока некоторые другие тайлы крутились. Будем смотреть их одного цвета. Ооо, так там, оказывается, я еще и случайно вовремя кликнул на тайлу, пока он крутился. Так я тут еще мог себе полчаса. Блин, и реально был момент, когда мне показалось, что игра что-то какого-то баганула, и тайл не поменял свой цвет. Блин, это очень интересно. Мне грустно, что я этого не додумался. Ну вот, я жаловался, что загадки стали слишком просты. Вот, теперь мне немножко щелкнули по носу. Странно, разве это так не теряется мысль загадки? Загадка, блин, забагованная. Точнее, не забагованная даже, а немножечко. Ну, короче, как в казино сходили. Сплошной, так сказать, обман. В автоматике окрутили. Все подкручено, все не так, как надо. Загадка уже была решена. Не будем об этом задумываться. Ворачивает под рисов головой. Минк нахмурил брови. Позадачен. Ну же, открывай. А, деньги, деньги. Фух, я жду, что страшное. Так, наверху лежали очень так опрятно разложенные купюры. Наверху прозрачный ключ-карта с зеленым знаком. Этот ключ должен быть он, но... Тут даже и пара миллионов. Это твои деньги, Бет? Некоторые на своем улучшении. Я бы хотел, чтобы не были. Правда, хотел бы, чтобы не были. Что, это прячешься от налогового агентства или что? Это за пятные деньги. Я не хочу их. Где ты сделал такой кэшбет? Жизненная страховка. А, страховка жизни. Это за смерть сын. А, соболезную. Спасибо. Это ужасно. Мне так жаль, Бет. Скажи, Бет. Что не так, Инг? В общем, я такое выражение лица. Потому что Инг знает кое-что, чего не знаете вы. Они обычно не выдают страховки за жизнь самоубийства, Бет. Я знаю. Тогда... Дети не были застрахованы, конечно. Но Эллен была. И ее муж тоже. Что? Твоя дочь? Когда стены дома начались трястись, я просто застыла на месте. И я говорю тебе теперь, что это было потому, что всем понимала, что происходило. Землетрясения настолько сильные были почти неслыханы на востоке. Поэтому ни одно из зданий было построено, чтобы выдерживать их. У нас было сегодня несколько секунд, чтобы среагировать. Нам всем шестерым. Бет. Последнее, что я помню, это то, как моя дочь, моя внучка, повернусь посмотреть на окно в потолке за полусекунду до того, как крыша обрушилась на нее. Ее лицо, ее глаза. И никогда не забуду ее крик. Эта прямость и ужасов Бет почти старенько рассмеяться. Сейчас сестря на земле и не увидела его улыбку. Она исчезла с его лица в одно мгновение. Как мило, я мог бы посмеяться над этим. Что со мной не так? Я проснулась в палате госпиталя, старом стоящей надо мной. Я без сознания целых три месяца. Они не ожидали, что я проснусь от этого бессонного сна. Однако, честно, я бы хотел не просыпаться. Как ты и твой сын выжили? Мир посчитал, правильно быть жестоким ко мне, я полагаю. Что касается моего сына, его даже не было там в тот день. Я присмотрела за его дочерью для него. Нужно ли говорить, что я не могла справиться хуже? И организаторы времени виняли меня за то, что случилось. И меня в том, что я спасала себя, вместо того, что с помощью сына нашей семьи. Я не могла не злиться на него в ответ. Я сказал ему, что если бы он был рядом, то все могло бы случиться иначе. Мы ссорились и ссорились, пока наконец в ярости, что его... Что его дочь была лишена ее будущего, он перерезался в связи со мной. Это был последний раз, когда я говорила с ним до сегодняшнего дня. Я никогда не пыталась связаться с ним. Я думал, вот на какое-то время. Деньги за страховку было лучше оставить у него, я думала. Я пыталась связаться с ним в итоге, но он так и не отвечал на мои звонки. Начал беспокоиться. Со временем кто-то в его комплексе апартаментов пожаловался из запаха. Тело, наверное, начало разжижаться, в смысле... Разлагаться... Подожди, что? Твой сын мертв? Он никогда не оставил записки, но я полагаю, не мог жить со скорбью. Что-то ничего не сказал раньше. Я думал, он был твоим контрактом... Ой, контактом. И бы с него бить эту часть. Не говорить, это была ты, кто сказал, что это лучшее, если мы будем не скрывать никаких секретов. Я решила, поверила мне. Если бы он поменял смерть моего сына и предположительное воскрешение, то бы все посчитали, что у меня уже старческий сыроз. Даже теперь, я уверена, вы не верите в то, что я вам сказала. И у меня нет пока мнения об этом. Ну, такая моя история. Вера или отсутствие ее зависит уже от вас. В любом случае, стараюсь провести то время, что у меня осталось, скучая по моей семье. Или ты могла бы умереть? Или я могла бы умереть? Сэн, ты уйдешь прямо сейчас! Баттерок рассмеялась. Ник не мог. Нипа. Нет, я тебе, собственно, смешком. А? Почему я? Оксид и сода также известны, как веселящий газ. Я полагаю, Сэн медленно полнял комнату им последние несколько минут. Очень хорошо, Баттер. Хотя я полагаю, что любая самоважающая Рэнк. Ретайард Нерс. Я забыл, как это расшифровалось. Лучшая медсестра. Медсестра в савке определила бы то же самое. Скажи мне, Баттер. Что случается после длительного воздействия о киси азота? Если ты продолжишь накачивать тебе комнату, у нас скоро кочки кислорода и потеряются знания. Если ты продолжишь после этого, все в комнате со временем умрут. Что ты хочешь, Сэн? Что тебе нужно? Что нам нужно делать, чтобы открыть эту дверь? Может, ты имеешь в виду, честненько? Я вообще не запирал дверь. Я даже не придумал никаких загадок для этой комнаты. Бояться нечего, правда? Теперь, оказывается, я получил первый ключ и открою для тебя красную дверь. Можешь вернуться в главный отдых, когда будете готовы. Он прав. Дверь не заперта. Давайте убираться сюда нахрен. Хорошо. Эфир держал дверь открытой, пока другие срывнущиеся уходили. Один из них, однако, не двинулся с места. Бет? Я остаюсь. Что? Бет, если останешься, ты... Я знаю, что случится, если уберу остаться. Почему? Ты же не хочешь умереть, верно? Бет закрыл ее глаза и ничего не сказала. Ну почему? Я не ожидал, что ты поймешь, но спасибо тебе за твою заботу. Это очень мило с твоей стороны, Эфир. Быть в моем саду. Это счастливый, самый счастливый момент. За долго и очень долгое время. В тени была та же, как я проснулась от этого трехмесячного сна все эти годы назад. И теперь ты собираешься уснуть снова, подходящий. Ты не согласна? Ты! Я увеличил поток. Окей, все, золото. А если ты хочешь избежать сна, я бы посвету уйти сейчас. Ты че разве планировал это? Все так. Теперь, с твоего позволения. Ублюдок, это низко, даже для него. Какова цель Сента, это так странно. И к нам нужно идти прямо сейчас. На самом деле, Сент исполняет наши потаенные желания. На самом деле, мы все травмированные люди, у которых ничего не осталось в жизни. И это, так сказать, такой способ Сента извращенный помочь нам. Что значит, Бет? Я приняла свое решение. Мне жаль. Не собираюсь так, позвольте сдаться. Это безумие. Инг, это ее решение. Позволь ей остаться. Ты хочешь оставить ее? Я не хочу оставлять ее, но какой еще у нас есть выбор? Что мы будем делать? И тачим ее против ее воли? Это не стоит вам рисковать чьей-либо еще жизнью, чтобы спасти ее. Мне статистически, она, наверное, все равно умрет первой. Как-то может договорить? Это правда. Я ухожу, пока этот газ, значит, и развиляет на меня. Тоже даст снаружи. Лиза, подожди! Мольбы, ничего не сделали. Лиза ушла. Я бы ненавидела это признавать. Лиза права. Не ты тоже. Я знаю, это отстойно. Но если она хочет умереть, что мы должны сделать? Помоги мне убедить ее и не отбрасывать ее жизнь. Бет, есть ли что-то, что я хочу сделать, чтобы поменять твое решение? Нечего от этого? Нет. Так и убирал умереть. Я не буду спокойнее ни с чем я сейчас. Понятно. В таком случае. Заботься о себе, Бет. Я рассчитываю на то, что ты поможешь с Элен сбежать, слышишь? Громко и ясно, Бет. Смотри, эту хмолку с твоего лица. Это и не смешно. Прости. Должен быть газ. Я ухожу. Ты тоже должен, пока ты не устал. Сердце утонуло. Рей ушел. Проклятие! Ха-ха-ха. Окей, Сода начала влиять на Инка. Он чувствовал себя. Он чувствовал себя легко, сонно и необъяснимо счастливым. Эфир. Пожалуйста, не уходи. Я не уйду, пока не уйдешь ты. Спасибо тебе. Вы двое, правда, должны уйти, знаете. Я бы не хотел, чтобы вы умерли из-за меня. Я не хочу, чтобы ты умерла из-за себя. Я ждал этого долгое время. Я заслуживаю это. Бет, что случилось? Эти годы назад не было твоей виной. Я знаю, что винишься за то, что случилось. Но то есть я не хотел бы, чтобы так отбросил свою жизнь. Я уже выбросил свою жизнь, Эфир. Моя свеча практически... Моя свеча догорала уже годами. Прошло самое время кому-то задуть ее. Как не поменять ее решение? Вы знаете, для чего используется веселящий газ? Его он используется для притупления боли. Это анестетики. Кетик? Верно. Мне было больше 14 лет, но в этой комнате я больше не чувствую этого. Я чувствую, будто моя семья прямо рядом со мной. Сад, легкость. Я счастлива. Бет. Теперь, пожалуйста, уходите. Не умирайте здесь. Вы юны. Эфир, и я не уйдем, если только ты не уйдешь. Хочешь быть ответственным за нашу смерть и тоже? Это пустая угроза. Я знаю, что... Что ты придешь, тебя уйдешь, как только я потеряю сознание. Думаешь, я шучу? Я знаю, что не позволишь Эфир умереть, и что она не позволит умереть тебе тоже. Не думаю, что я не заметил, как вы двое поглядывали друг на друга. Я... Мы... Эм... Не будьте такими засеянчивыми. У вас есть только несколько шансов на виду и любовь. Чтоб вы знали. Все, редите. Оставьте меня умереть. Это правда. Не... Будет не так уж плохо. Правда. Инг, что нам делать? Я не знаю. Эфир. Я не знаю. Я упал на одно колено и выплюнул смех. Чего еще ощущения? Пробросил его ногам. Трофея слетила Инга, когда он попытался встать. Он горел его тело двигаться, но она перестала слушать его. Он из-за этого пожалел, что он остался в комнате так долго. Я... Не могу встать. Вот. Я помогу. Эфир потянул за левую руку Инга, пытаясь поднять его с земли. Вообще слабый стинг. Зат поедает мою силу. Нам нужно уйти. Я... Все забыть и все, что ему делать, мог смеяться. Мог переполнить страху МС, и еще он смеялся. Вообще, все злота правда повлилила на него так быстро. Я просто хотел помочь. Я расслухнулась за ним. Перетел кинцовую руку голову. Он уже... Его уже тащила фигура справа от него. Вставай. Он встал. Это было гораздо проще с помощью Лизы. Ты вернулась? Ты можешь делать, что она хочет, но я не позволю тебе умереть. Ты наш самый сильнейший решатель загадок. Как бы у меня не было отразительно это говорить. Ты можешь со шанса убрать себя до живой и не собираешься, чтобы ты умер за счет только тупого. Перестань пытаться играть героя. Лиза. Теперь пойдем. Ты. Падка Лиза слаба. Ха. Это был тихий смех. Прижател лежит ближе к безуме и он... Разом Инка был поглощен одной мыслью. Она довольно милая, когда она улыбается. Кстати, наверное, правда мне разницы, чтобы она улыбалась. Тупой газ. Пойдем. Многие Инка будто двигались сами по себе. Лиза и Эфир направили его. Он спотыкался, идя... Он спотыкался, убегая по конкурсу, не дарвался в стене комнаты. Следующий в делирии, Инк рухнул в ближайшие стены и упал на пол. С громким ударом дверь в сад закрылась, чтобы никогда не открыться снова. Так. Почему ты поменял решение? Почему ты поменял решение? Что? Я думал, это уже мощная концовка, но, блин, в конец забавили какой-то дикий клиффхенгер. Блин, я что-то... Как? Ну, автор, конечно, сейчас выдал. Я просто пришел в шок и уже не вышел за одну секунду. История Бэт, конечно, очень страшная. Ну, что сказать. За то, что я хотел открыть коробку, Рэйч это совсем мне не уважает, я думаю. Это может человек-то и повлиять. Ну, зато с Эфирмой. Настоящие друзья. Так, это что сейчас за френдзоне? Не знаю, ну, хороший был эпизод, он был, конечно, довольно мощным. Я надеюсь, что вам он тоже понравился. Не сервис прямо узнает, что дальше. Натура игры, природа игры. Дальше нас ожидает красные двери. Я, правда, чувствую, что там может что-то про Лизу. Ну, или про Лизу. Про Лизу, скорее всего, потому что уж слишком сильно на соответствии по цветовой гамме, но... С Рэймом тоже нельзя исключать. Но у нас четыре угла, так что по-любому еще должно быть три двери. Мне же очень интересно, что же задумал Бэт и как она вообще выжила. Или все это, как говорится, тоже часть симуляции. Вот. Ладно, вот такая серия вышла. Всем спасибо. С вами был Авангард и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok